На полях Могилёвщины протягивается косовица. По водле информации Комитета по сельской господарции Харчаванью, травы скошены на 29 тысяч гектаров, а это 14% от плану первого укоса. На этот час нарыхтовали 6 тысяч тонн сена, более за 65 тысяч тонн сенажу и 14 тысяч тонн силосу. Правда, это еще только начало зеленого жнива, которое этими днями уже идет полной ходой. Наш репортаж с Костюковицкого района. На великим поле для агрогородка Белая Дуброва працует техника. На одном конце по зеленой раунине рухается косилка, на иншем скошенные травы, дякаючи магутным механизмам, перетвораются зеленую массу – корм для коров. Какой план на заготовку корма? Сенаж 9 тысяч и силос 10. Реально? Сделаем. На этом поле растут сразу 7 культур – 5 злаковых и 2 бобовых. Это называется пашевая сумесь – добрый рацион для живела. Какой корм, который обеспечит высокие надеи. Сельскому предприемству Белая Дуброва нужно прокормить полторы тысячи голов буйной рогатой живела, больше затратину, из которых дойный стадок. У этого есть важность зеленого жнива. Зиму кормит. Что, как поработаешь летом, так будешь зимой сыт. У Белой Дуброви, как и у инших сельских господарков, традиционно выращивают на кормы шмат конюшины. А селитой еще посадили немало люцерны. У новых климатичных умовах, у часа потепления, с люцерны можно сдымать аж три ураджаи. Меж тем, белки у кормах дозволят повеличивать вытворчность молока. Обязательно технологию для закладки на качественный сенаж, для того, чтобы получить высокий надой и привесы. Теперь задача селян – своечасово нарыхтовать высокоякостные кормы. Илона Иванова, Юра Уласцов, Новинрегион.